Анатолий Приставкин «Звёзды» Нас было в спальне 11 человек, и у каждого из нас был на фронте отец. При каждой похоронке, приходившей в детдом, 11 маленьких сердец замирало. Но чёрные листки шли в другие спальни, и мы чуть-чуть радовались, начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну. Мы узнали, что война окончилась. Это случилось в чистое майское утро, когда к голубому небу прилипали первые клейкие листочки. Кто-то тихо вздохнул и открыл Насте шагнул. Раздался непривычно громкий смех, и все мы, 11 человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов. В детдоме готовился вечер. Витька Козырев разучивал песенку. «Окна светятся весь вечер, как подснежники весной. Скоро мы дождёмся встречи с нашей армией родной. Эту песенку хотели петь и другие ребята. Но Козырев сказал, «Я отца ждал дольше, чем вы». Он ушёл воевать ещё в белофинами. И мы решили, что Витька немного единоличник. У него хороший отец. На фотографии красиво снят с орденами. Поэтому пускай Витька поёт. Наступил тихий вечер. Заблестели через серую пыльцу звёзды. Нам они казались звёздами солдатских пилоток. Протяни лишь руку, потрогай пальцами. А что свет от них идёт долго, так это враньё просто. Звёзды пыли рядом. Да мы хорошо знали в тот вечер. Появилась почтальонша, но мы не насторожились при её приходе. Подошли к окну и спросили, кому письмо. Козыреву протянули листок. И вдруг спальня замолчала. Нам показалось, что кто-то закричал. Было непонятно и страшно. Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых 7 мая 45-го года. Нас было в спальне 11 человек. И 10 из нас молчали. Светились далёкие звёзды. И было ясно, что свет от них шёл долго.